В поисках совершенства боевые искусства мира. Практическая ценность того или иного вида Будо определяется в сравнении с другими его видами. Даже если научиться выполнять какие-то техники, они будут оставаться абсолютно бесполезными до тех пор, пока они станут работать в контексте иных боевых дисциплин. Техники Будо никогда не остаются постоянными и неизменными. И если все вокруг изменяется, то, естественно, они также должны изменяться в ответ. Но что должно оставаться неизменным, так это сам дух Будо. Ниссио Будо. Школы и мастера. В анало Айкидо вошел десяток имен мастеров, которые снискали себе всемирное признание и уважение за высочайший уровень мастерства и огромный вклад в распространение этого искусства. Среди этого элитного списка исключительных личностей, оказавших огромное влияние на современное Айкидо, Сёдзи Ниссио выделяется как один из самых передовых технических новаторов и самых убежденных последователей в философии основателя Айкидо Мари Хею Иосибы. Поставив целью своей практики реализацию идеи Осэнсея об универсальной природе Айкидо, Сёдзи Ниссио создал уникальный метод тренировки, выходящий далеко за рамки ортодоксального Айкидо, но неукоснительно следующий его духу и философии. После смерти мастера в 2005 году, разработанный им в стиле Айкидо, получил название Ниссио Будо. Для того, чтобы сохранить, развить и распространить этот уникальный стиль Будо во всем мире, группой наиболее близких его учеников и последователей была создана организация Юфукан. Ее техническим руководителем и идейным вдохновителем является ученик Сёдзи Ниссио Всихан Кодзи Йосида. Боевыми искусствами я начал заниматься, по-моему, в 19 лет. Кодзи Йосида. Ученик Сёдзи Ниссио на протяжении 35 лет. Седьмой дан Айкидо Айкикай. Седьмой дан Ниссио Рю Иаи. Шестой дан Мусо Синдэн Рю Иаидо. Помимо боевых искусств, также преподает каллиграфию. Шестой дан Мусо Синдэн Рю Иаидо Синдэн Рю Иаидо Синдэн Рю Иаидо. В то же время я хотел заниматься Айкидо, о котором много слышал. Но там, где я жил, в провинции Тойяма, Айкидо не было. С учителем Ниссио я впервые познакомился в городе Канадзава, который находится в районе Хукурику. Там, впервые увидев его, я сразу понял, что это настоящее Будо. Мне очень понравилась его техника. И я, не имея особого опыта в боевых искусствах, начал заниматься Айкидо. Это было уже около 35 лет назад. И с тех пор я у него учился. Но учитель Ниссио занимался не только Айкидо. В своей системе он использовал различные элементы из Иаидо и Дзюдо. Поэтому, если самостоятельно не заниматься другими видами боевых искусств, то практиковать технику моего учителя невозможно. Я занимался Иаидо в школе Мусо Синдэн Рю и Дзюдо в школе Синто Мусо Рю. Мы с учителем Йосидой начали заниматься Айкидо почти одновременно. Я был старше Йосиды на 3 месяца. Согласно японской традиции, я считался его старшим соучеником. Но сейчас, спустя много лет, сравнивая его мастерство со своим, я могу сказать, что это небо и земля. Сенсей Ниссио обучал меня с нечеловеческим терпением. Но те знания, которые у меня есть сейчас, это заслуга Йосиды. В 2000 году Кодзи Йосида был назначен техническим куратором ряда европейских стран, а также Соединенных Штатов Америки. И сегодня Сихан Йосида регулярно ездит по всему миру, проводит семинары и распространяет искусство, созданное его учителем. Сёдзи Ниссио. Сёдзи Ниссио. Ученик Морихеевы Сибы. Восьмой дан Айкидо, Сихан Айкикай. Седьмой дан Иаидо, Сихан Всеяпонской Федерации Иаидо. Шестой дан Дзюдо. Пятый дан Карате. Сёдзи Ниссио родился в 1927 году в префектуре Аумори. Незадолго до начала войны он переехал в Токио, где устроился на работу в типографию при Министерстве финансов Японии. В 1942 году он начал изучать дзюдо, а в 1945 вступил в Кодокан. Желая дополнить свои знания дзюдо, Сэнсэй Ниссио начал заниматься карате у знаменитого мастера Ясухиру Куниси, создателя стиля Синдо Дзинэн Рю. Ясухиру Куниси был близким другом основателя Айкидо Морихеевы Сибы. Он считал Усэнсэя величайшим мастером и всегда восхищался его талантом. Многие ученики Ясухиру Куниси приходили посмотреть на искусство Усэнсэя. Так однажды один из старших инструкторов, вернувшись из дзюдо Морихеевы Сибы, рассказал молодому Ниссио, что встретил мастера боевых искусств, который двигается как фантом, и которому просто невозможно нанести удар. Заинтригованный, Сэнсэй Ниссио отправился посмотреть на великого мастера собственными глазами. Больше в карате он уже не вернулся. Сэнсэй Ниссио вступил в хомбу дзюдо Айкикай. Это было в 1952 году. Мой учитель, господин Ниссио, был для меня как отец, второй отец. Да, я считаю его своим приемным отцом. Я познакомился с ним, когда мне было около 20 лет. И с тех пор господин Ниссио учил меня Айкидо и многим другим важным вещам. В 20-летнем возрасте, когда формируется личность человека, я под руководством учителя занимался боевым искусством. Поэтому можно сказать, что мировоззрение и вещи я перенял от учителя Ниссио. Для меня учитель Ниссио – второй отец. Начав заниматься в Айкикайе, Сюдзи Ниссио сразу же понял, что Айкидо – это боевой путь, который идеально ему подходит. В то же время он обнаружил недостатки в методах его практики. Особенно после того, как увидел невероятную работу Марихейуэсибы с мечом и заметил практически полное отсутствие техник с оружием в программе обычных тренировок. Чтобы исправить положение, он приблизительно в 55-м году начал самостоятельно практиковать и Айдо, и Дзёду. Поскольку он стал заниматься этими дисциплинами с целью изучения Айкидо, то не присоединился к какому-то определенному стилю, а практиковал несколько различных систем. Каждая из них расширила его знания в области использования оружия и тем самым дополнила его тренировку Айкидо и помогла создать уникальный стиль, который сегодня известен как Ниссио Будо. Ниссио Будо создал мой учитель, господин Ниссио. Занимаясь карате, дзюдо и айдо и разными другими боевыми искусствами, он в конечном итоге развил свой особый стиль Айкидо. И развивая имена Айкидо, учитель Ниссио вновь обратился к положительным моментам других боевых искусств. В Ниссио Будо эффективно используются элементы дзюдо и айдо. Однако здесь они используются не для того, чтобы убить противника, а наоборот, оставить его в живых. Другие боевые искусства, например, дзюдо и кэндо, развиваются как спортивные дисциплины. А я считаю, что Айкидо, безусловно, отличается от таких боевых искусств, как в духовном, так и в техническом плане. В Айкидо мы не наносим удар. Для того, чтобы дать противнику возможность пересмотреть свои намерения, мы не рубим его. Здесь тоже. Только лишь контролируем противника. Здесь также удар до конца не доводим. В Айкидо меч не используется для того, чтобы рубить противника. Это я объяснил технику Ик-Кё. Еще раз. Завершающий удар. Техническое наследие Сен-Сио поистине уникально. Созданное им в результате многолетней практики исследование различных боевых искусств в системе представляет собой сплав элементов, взятых из дзюдо, карате, иайдо и дзюдо, перенесенных на техническую и философскую основу Айкидо. Для того, чтобы дополнить ориентированное на боевое применение техники без оружия, Сен-Сио разработал оригинальные серии техник с мечом и палкой. Хотя Айкидо многих других выдающихся мастеров также включает в себя техники с мечом и палкой, чаще всего они представляют собой формализованные, практически неизмененные последовательности движений, которые практиковал основатель. Мастер Жен-Сио изучил основы нескольких современных систем владения оружием, из которых он взял множество элементов, которые добавил в свое Айкидо. Ни-Сио-Будо утонченное искусство, в нем нет лишних движений, оно трогает душу и опленен красотой этого искусства. Тэцудзё Фукуэ, ученик Кодзи Йосиды, президент организации Юфукан. Четвертый дан Ни-Сио-Рю и Айдо. Пятый дан Айкидо. Тэцудзё Фукуэ является главным настоятелем буддийского монастыря секты Сингон. Сразу после окончания университета я отправился путешествовать по Европе, Африке, а также посетил множество других мест. В конце путешествия произошло мое знакомство с буддизмом, благодаря чему я начал больше прислушиваться к себе. Но основной причиной моего интереса к боевым искусствам стала встреча с учителем Йосидой. Занятия проходили в тренировочном зале на территории моего буддийского храма. Тогда я еще не занимался боевыми искусствами. Но на меня произвело большое впечатление то, как учитель вел занятия. Это было очень красиво. Когда мои дети подросли, то начали заниматься кэндом. И мне захотелось тоже чем-то заняться. Священники обычно не занимаются спортом. Я хотел найти нечто такое, в чем я смог бы раскрыть свою душу. Поэтому после встречи с учителем я увлекся айкидо. Будучи настоятелем буддийского монастыря, Фукуэ-сан выбрал для практики такое боевое искусство, которое по духу ближе всего его религиозным убеждениям. Айкидо и буддизм похожи между собой. Только способы выражения в них разные. В айкидо используется оружие, но оно обращено лезвием в обратную сторону. Смысл использования этого оружия заключается в том, чтобы искоренить себе все плохое. Это характерно также и для тибетского буддизма. Поэтому я думаю, что между буддизмом и айкидо много общего. Каждая техника в Ниссио Буддо построена таким образом, что предоставляет по меньшей мере 5-6 возможностей покончить с противником. Однако в идеале человек, выполняющий ее, каждый раз воздерживается от такой возможности и переходит к следующей стадии, как бы задавая вопрос своему противнику. А как теперь? Это то, чего ты хотел? И таким образом постепенно приводит его к переосмыслению ситуации. В этом смысле Ниссио Буддо предлагает идеальное боевое искусство, которое можно было бы назвать Буддо-прощение. Я объясню на примере одного из самых показательных приемов айкидо и риме-наге. В нем также заключен дух айкидо. Все движения в этой технике заставляют противника пересмотреть свои действия. И еще раз. Сметаем и контролируем. Тут я могу нанести удар. Контролируем здесь и здесь. Это одна из самых типичных техник айкидо с мечом. Мы все время контролируем противника, но не причиняем ему вреда. Это и есть айкидо. Меч в Ниссио Буддо не используется как инструмент смерти. Напротив, здесь ему возвращается его истинная изначальная природа, как ее понимал создатель системы. Меч выступает как идеальный инструмент для исправления всего неправильного в мире и для самосовершенствования личности. Между использованием оружия в Ниссио Буддо и в старых школах существует разница. Хотя основополагающий образ мышления одинаковый, способы выражения у них разные. У сенсея Ниссио боевое искусство выражается в постоянном принятии и прощении противника. И это относится ко всему, что бы мы ни использовали. Меч, палку или айкитоху. С другой стороны, старое иайдо традиционно ассоциируется с моментальным убийством противника одним единственным движением. Форма отличается, но основополагающий образ мышления одинаковый. И там, и там оружие используется для самозащиты и самосовершенствования. Я так считаю. Существует также способ использования палки против мяча. Попробуем продемонстрировать. Останавливаем противника. Здесь я могу нанести удар. Используя палку таким образом, заставляем противника пересмотреть свои действия. Еще раз. Следуя за противником. Если противник понял свою неправоту, то убираем оружие. Так что мы можем использовать палку таким же точно образом. Отдельным разделом Несио Будо, стержнем всей системы, является так называемый Ай-Ки-То-Хо-И-Ай. Ай-Ки-То-Хо-И-Ай это метод использования мяча, специально разработанный Сё-Дзи-Несио на основе своего опыта изучения различных школ и Ай-До. В нем отражены все основные принципы техник Ай-Ки-До и наглядно демонстрируется взаимосвязь движений тела без оружия с движениями мяча. Ай-Ки-То-Хо-И-Ай представляет собой серию кота, основанных непосредственно на техниках и движениях Ай-Ки-До. Здесь меч также служит не для того, чтобы рубить и убивать противника, как это делается в других стилях и Ай-До, а для того, чтобы направлять и вести его. В Ай-Ки-То-Хо-И-Ай заключен дух Ай-Ки-До. Сенсей учил тому, что противнику нельзя причинять вред. Его следует направлять в правильную сторону. Поэтому Сенсей Нисио трансформировал Будо, которое забирает жизнь, в Будо, которое дарует жизнь. Он занимался и Ай-До, и на этой основе создал Ай-Ки-То-Хо. В технику И-Ай он привнес Ай-Ки, а в Ай-Ки он наоборот привнес И-Ай. И таким образом обновил Ай-Ки-До. Из Ай-Ки-До он создал Ай-Ки-То-Хо. Так, на основе двух дисциплин он в конце жизни разработал техники Ай-Ки-До. И-Ай-Ки-До в Ай-Ки-До в Ай-Ки-До в Ай-Ки-До в Ай-Ки-До-Хо. Поэтому я считаю, что Ай-Ки-То-Хо это то, что позволило Сенсей Нисио наиболее полно выразить себя в жизни. В своем Будо Сенсей Нисио не имитировал техники основателя, а старался воплощать на практике его философию. Духовные и философские концепции Ай-Ки-До приобрели в его системе совершенно конкретные физические измерения. Например, в Нисио Будо никогда не используется боевая стойка. Согласно идее основателя, боевая стойка является основой, на которой строится конфликт. Соответственно, в Ай-Ки-До нет стойки как таковой. Естественное положение тела позволяет человеку моментально входить в атаку противника, как только тот соберется двигаться. Развивая эту мысль, Сенсей Нисио отказался от боевой стойки и при работе с оружием. По его мнению, при практике Ай-Ки-До с мечом или Дзё, позиция тела должна оставаться такой же естественной, как и при работе без оружия. В то время, как в основных стилях Ай-Ки-До отэми, упреждающие удары, давно перестали использоваться, Сенсей Нисио считал их абсолютно необходимыми для успешного проведения техник. однако, в отличие от таких боевых искусств, как карате, удары в Нисио Будо используются не для того, чтобы победить противника одним решающим ударом, а скорее, чтобы на мгновение отвлечь его внимание и нарушить позицию его тела и равновесия. Сенсей Нисио часто говорил, что для него ай-Тэми является душой японских боевых искусств. Они временно нейтрализуют боевую способность противника и позволяют ему исправить свое поведение и вернуться в первоначальное состояние. Среди принципов Нисио Будо, перекликающихся с основными убеждениями Мориха и Усибы, одной из основных является концепция того, что намерению и движением противника не следует оказывать противодействие. Наоборот, должен происходить процесс объединения энергий, дыханий и движений, что позволяет нейтрализовывать агрессию противника и контролировать его атаку. Сюдзи Нисио считал, что контролируя атаку противника, следует прощать его и давать ему возможность признать ошибочность своего поведения, а не наносить ему травмы или убивать. В более широком смысле основной целью сенсей Нисио было вернуть японским боевым искусствам их изначальный дух. Для меня Нисио Будо это один из способов самовыражения и сама жизнь. мне кажется, совершенство в боевых искусствах это скорее неосуществимая мечта. что же касается моего отношения к совершенству, то мне кажется, что совершенство это путь. Я думаю, что не существует определенной формы проявления этого понятия. Но что имеет значение в этом вопросе, так это постоянное желание находиться на пути к совершенству. Впосредством практики Айкидо я сейчас стараюсь найти ответ на вопрос в чем состоит совершенство и существует ли оно в жизни вообще. Впоследствии Айкидо 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 лет . Продолжение следует...